Добрый вечер. 18.00 в Украине. Как всегда в это время на канале БТБ новости. В студии Оксана Гуцайт. Украина возобновила пропуск легковых автомобилей из оккупированного Крыма. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Напомню, 26 декабря прекратились автомобильные перевозки на полуостров. По словам главы государства, такие меры предпринимаются из соображений безопасности. И никто не собирается использовать блокаду как элемент давления. В то же время полный осмотр легковых транспортных средств делает возможным их дальнейший въезд на материковую часть Украины. Украина с бюджетом на 2015 год. В понедельник ночью закон поддержали 233 народных депутата. 233 народных депутата принято. Я всех приветствую, сын! Главный финансовый документ рассчитан из прогноза падения экономики в 4,3%, при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475 миллиардов 240 миллионов гривен. Расходы превышают 527 миллиардов. Дефицит госбюджета составит 63 миллиарда 670 миллионов гривен. Ключевая цель принятого документа – обеспечить финансирование национальной безопасности и обороны. По словам премьер-министра, на это предусмотрено 90 миллиардов гривен. Из них 6 миллиардов – госгарантии концерну «Укроборонпром» на закупку и производство вооружения. Кроме этого, фонд регионального развития получит порядка 3 миллиардов гривен. Еще 500 миллионов выделят на детскую больницу «Ахмадет». Киеву предусмотрено почти 2 миллиарда на погашение долгов. Глава правительства также заявил, что документ будет корректироваться в зависимости от договоренностей с кредиторами. Первый пересмотр состоится до 15 февраля 2015 года. Парламент этой ночи проголосовал также за налоговую реформу. Теперь количество налогов в Украине сократится с 22 до 9. Среди них останутся налог на прибыль, на доходы физических лиц, на добавленную стоимость, акцизный налог, рентная плата, пошлины, а также местные налоги, на имущество и единый налог. Это позволит упростить процедуру администрирования и уменьшить нагрузку на бизнес. Среди главных налоговых изменений смягчение налога на недвижимость, установление новых ставок рентных платежей, отказ от обязательного использования кассовых аппаратов на рынке, введение 10% налога на оборот лотереи, введение налога на авто с двигателями от 3 литров. Также правительство предлагает повысить ставку налога на пассивные доходы физлиц с 15% до 20%. Кроме этого, депутаты начали борьбу против зарплат в конвертах. Верховная Рада приняла законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда. Закон предусматривает снижение единого социального взноса с 41% до 16%. Государство со своей стороны сделало невероятный шаг. Уменьшение единого социального взноса с 41% до 16%. И мы верим нашему бизнесу, что бизнес сделает шаг навстречу не государству, а людям, потому что это доходы пенсионного фонда, это выплаты пенсии и других социальных льгот. И выведет из тени заработные оплаты, выведет их в прозрачный механизм, перестанет платить их в конвертах, пользоваться налоговыми ямами и таким образом уклоняться от налогообложения и лишать граждан Украины надлежащего пенсионного обеспечения. Семь минимальных окладов, таков максимальный размер зарплаты работников госорганов и бюджетных организаций на следующий год. Десять для сотрудников госкомпании. Эта норма не распространяется на участников АТО, антикоррупционное бюро и агентства. И зафиксировано в законе о сокращении социальных льгот, которые Рада приняла сегодня ночью. Порядок индексации зарплаты и соцвыплат правительство утвердит по итогам первого полугодия. Согласно документу, без изменений останутся льготные условия поступления в вузы вне конкурса и положение о питании в больницах и начальной школе. Изменения не коснутся и льготного проезда, но до 1 июня. Также законом предусмотрено сокращение численности работников Генпрокуратуры, ликвидация выходного пособия для прокуроров, сокращение коснутся и МВД. У судей уменьшаются размеры выплат при выходе на пенсию, а депутатам урезают средства на содержание помощников. Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине 8 января и закончит до конца месяца. Соответствующее заявление размещено на сайте фонда. МВФ продолжает обсуждение с представителями украинской власти программы реформ, поддерживаемые фондом, нацеленные на стабилизацию экономики страны. Необходимо срочно провести референдум о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Так заявили сегодня инициаторы новосозданного общественного движения «Украина в НАТО». Участники движения также сказали, что сейчас этот вопрос не менее важен, чем обретение страной независимости в 1991 году. Общественное движение возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук. Украина знает. Другого пути для сохранения Украины, народа украинского, государства украинского, кроме стать членом НАТО, имея такого соседа, как Россия, у нас не существует. Россия знает, что если Украина присоединится к НАТО, к Европейскому Союзу, тогда она окончательно упустит надежду заполучить Украину. Ночь в зоне АТО прошла напряженно. Террористы восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Кроме того, в районе Первомайска произошло боестолкновение. Из стрелкового оружия террористы обстреляли новый терминал Донецкого аэропорта, а также село Петровское. Из минометов и артиллерии три раза атаковали пески и дважды гранитные. Под артиллерийский огонь террористов попала Новотроицкая. За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевого столкновения погиб военнослужащий батальона АЗОВ. Раненых нет, так сообщает в пресс-центре операции. Снова активизировались беспилотники противника. Они были замечены в районе населенных пунктов Новоселовка, Толоковка, Сартана и Кнутово. Украинские военнослужащие, всесторонне работая над возобновлением мира на Тонбассе, уверенно удерживают свои позиции и обеспечивают безопасность гражданского населения. Они продолжают почти каждый день доставлять гуманитарную помощь в населенные пункты, которые больше всего в этом нуждаются. В то же время боевики проводят передислокацию, наращивают силы. По данным разведки, за последние трое суток в Донецк прибыло несколько колонн грузовиков с боеприпасами. Продолжается доставка гуманитарной помощи на Донбасс. Так вчера украинские танкисты проведали пожилых людей и малообеспеченные семьи в селах Красновка, Касьяновка, Привольная и Кирилловка, недалеко от Мариуполя. 70 семей получили предметы первой необходимости и продуктовые наборы. Все это военные приобрели за свой счет. В ближайшее время они планируют посетить еще около 60 семей и вместе с волонтерами сделать новогодние подарки детям в трех детских садах. В течение суток через контрольный пункт Георгиевка проследовало два грузовика с продуктами питания для жителей Донецкой области. Гуманитарная помощь была направлена от Восточной конфессии адвентистов. Общая масса груза 3,5 тонны. В Днепропетровской, Запорожской и Харьковских областях продолжается строительство стационарных транзитных городков из домов модульного типа. Всего собрано и установлено 91 жилой дом, рассчитанный на 3,5 тысячи человек. Они рассчитаны на 3,5 тысячи человек. Брата Олега прокурор попросил приговорить к 8 годам колонии общего режима. Братья Навальные обвиняются в хищении 30 миллионов рублей. Сами фигуранты все обвинения отвергают, называют дело Евроше политическим и сфабрикованным. Всех пассажиров горящего парома «Норман Атлантик» эвакуировали. Об этом заявил премьер-министр Итали Матео Ренси, газетеля «Република». С борта корабля вывезли 419 человек, в том числе тела пяти погибших. На борту парома остался только экипаж. Напомню, ранее сообщалось, что паром «Норман Атлантик», на котором было 466 пассажиров, загорелся в море неподалеку от греческого острова Атаной. На борту находилось две украинки. Их уже спасли. Как встретить Новый год с минимальным вредом для здоровья? Так объясняли сегодня врачи и диетологи. Они советуют приступать к приему праздничной пищи не в полночь, а готовить свой организм легкими перекусами в течение всего дня 31 декабря. Также медики подчеркивают, что чрезмерное увлечение алкоголя может не только привести к головной боли, но и завершиться больничной койкой с тяжелейшей интоксикацией. Вместе тем, врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин утверждает, что экспериментировать с разносолами тоже не стоит. С одной стороны, это может быть, безусловно, праздник обжирания, извините за такое не совсем литературное слово. С другой стороны, можно сказать, что в нынешней ситуации разумные люди должны подойти к этому вопросу с точки зрения философской, что праздник должен быть очень сдержанный, особенно в нынешнее время. В любом случае, я желаю вам праздника. Спасибо, что вы с нами. До встречи в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok